Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Гость в студии, доктор экономики, профессор Рижского технического университета Янис Ванак. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы уже только что сказали, что буквально на этой неделе в конце 31 октября и 1 ноября состоится Международный экономический форум. Может быть, расскажите об этом подробнее. Вы будете выступать. Сегодня еще должна была быть госпожа Линда, которая является организатором, но, к сожалению, не смогла, поэтому... Какая главная тема форума, чем он будет посвящен? Да, ну, жаль, что нет собеседника. Мы постараемся. Но этот форум посвящен предпринимательству, развитию предпринимательства, и главное, внимание будет сосредоточено на предпринимательской среде. Как вы знаете, мы остались на 18 месте, сейчас, в прошлой неделе были опубликованы данные. Но эти данные надо очень осторожно использовать. 18 место, это высоко или несколько? Да, это высоко. Высоко. Это высоко. И ослонцы приближились к нам, но литовцы нас опередили, они на 11 месте. За один год они были где-то ближе к нам, но сейчас они на 11 месте. Ну, это только одна, так сказать, час или деменция предпринимательской среды. Это нормативные акты, которые регулируют предпринимательство, открытие, закрытие предпринимателей и так далее. Ну, этот форум посвящен тому, чтобы найти более эффективные средства для поддержки предпринимателей. То есть, развитие предпринимательства, особенно в территориях, у которых нет так называемых абсолютных конкурентоспособностей, прежде всего, как это будет? Преимущества. Преимущества. Преимущества, да. То есть, эти преимущества у них негативные. То есть, в каждой стране это обычно приграниченные районы, приграниченные территории, которые граничатся с другими странами. Несмотря на то, что мы имеем с собой большую границу с Литвой, это осалость чувствуется в этих регионах. И, к сожалению, наше правительство ИСАИМ очень кланится тем нормативным актам, которые идут в Европе. У них нет таких творческих подходов, чтобы найти более эффективные средства для поддержки этих предпринимателей. Но это не сама цель, конечно. Цель это развитие страны и, так сказать, равновешенное развитие. У нас развивается Рига, при Рижской... Рижские районы? Да, районы. Остальная территория, ну, остается. Особенно остается эти приграничные районы. То есть, в наше время политикам надо быть более, я скажу, даже умным, более творческим. И надо понимать, что они служат не Евросоюзу, они служат стране, они служат этим жителям, которые здесь живут. И каждый житель хочет заработать, хочет улучшить свои жилищные условия, свою семью поддерживать. А как ему это сделать? Вопрос. Один, конечно, выход это делать, организовать противноцельство, участвовать в этом деле, который очень рискован. А вот другой вариант, так сказать... Найти государственную работу с хорошей зарплатой. А, вот это третий вариант. Я знаю. Да, уехать от своей страны. Вот это очень-очень скорбно. И мы уже находимся на таком уровне, что это создает драудус. Это будет... Угроза, да. Угроза, да. Мы уже, да, ощущаем демографический кризис. Государство в Латвии. Да. Так что надо думать, и не надо быть догматичным, но надо понимать то, что приоритет для политиков – это страна и народ. Господин Ванекс, ну вот в этом форуме экономическом будут участвовать депутаты, министры, те люди, которые обладают правом, прежде всего, законодательной и исполнительной власти. Они приглашены большим списком. Вот расскажите, кто? Да, министры, скажем, министр Пуца, министр экономики, министр Лапт-Лайбс, да. Благосостояние. Благосостояние. Так что есть министры, и я думаю, что они как-то, те, которые не будут участвовать, конечно, по объективным причинам, как-то постараются узнать, о чем там говорят и что они предлагают. Ведь, ну есть такая пословица, что умные люди не боятся умных людей, остальные боятся. Ибо каждому человеку есть свои слабые и сильные стороны. Если политик что-то не понимает, ему надо так признать это. И в нашей стране можно найти много людей, которые могут посоветовать им, как поступать. А ничего такого не происходит, к сожалению, это в прямом смысле относится к развитию предпринимательства в нашей стране. 672-12-939, 672-13-939. Звоните нам, задавайте вопрос. Также пишите нам по WhatsApp-у 2061-91. У нас сегодня в гостях доктор экономики Янис Ванекс. Но вы уже сказали о том, что наши политики любят кланяться перед Брюсселем. И я вас в связи с этим хочу спросить, поскольку у нас премьер-министр долгие годы, вот с начала вступления Латвии в ЕС, работал в Европарламенте, сейчас вернулся для того, чтобы возглавить кабинет министров. Вот как вы действительно считаете, все-таки первичной целью является отчет перед Брюсселем, Латвией, как она выглядит среди других стран, или все-таки мы думаем о своих жителей? То есть новый кабинет министров, который уже буквально через несколько месяцев, уже год, будет как работать. Как вы можете его, может быть, характеризовать? Начнем с того, кому он отчитается. Ну, его мнения я не знаю, но те депутаты, которые вот сейчас участвовали в выборах недавно, к сожалению, не понимают Евросоюз по существу. Ведь в Евросоюзе есть очень разные страны по экономическому развитию. И по некоторым другим очень важным социальным показателям. И если Евросоюз не будет заниматься целестремленно выравниванием этого несоответствия, оно распадется. Это один из самых слабых камней в фундаменте Евросоюза. Это экономические камни. Но есть и юридические слабости, то, что Евросоюз распространяет довольно такие частные или мелкие нормативные акты на все страны. Ибо юридическое развитие, то есть правовое сознание, есть различие между очень большим различиями. Я довольно-таки хорошо знаю немцев и знаю, как они себя регулируют в среде. И знаю, как мы это делаем. А законы Евросоюза распространяются одинаково. То есть нам надо учитывать эти различия и дать больше прав странам, странам, Евросоюзам, учитывать уровень развития в своих нормативных актах. Но насчет экономического развития, то есть выравнивания этого уровня, либо это Евросоюз разойдется. Конечно, Каринч, он не знает, очень много не знает, он делал, так сказать, большой рискованный шаг, ну дай бог ему. Относительно чего? Относительно того, что не знает народ, очень плохо знает латышский народ, его менталитет, экономические проблемы. Потому что он, допустим, жил в Америке, потом работал в Брюсселе, да? Да, он жил в других странах, то есть он пропитан совсем другими экономическими отношениями, другим юридическим сознанием, и он, конечно, хочет это все распространить на нормативные акты, которые принимаются... В других странах? Да. И в нашей стране в том числе. Конечно, говорят, что он очень ценит демокрацию, и министрам дает довольно такую большую свободу, но я не понимаю одного, почему сегодня мы очень озабочены о двух проблемах. Зарплата учителям и зарплата медикам. Ибо это основы нации, основы народа любой страны. И мне кажется, что характер работы нашего правительства и парламента – это как пожарники или команда чрезвычайных ситуаций. Где горит, там и будем бежать, и будем что-то делать, чтобы потушить. Надо делать так, чтобы народ знал, все медики знали, педагоги знали, как будет им подниматься зарплата в течение 5-10 лет. Ну, насчет медиков там есть, некоторые нормативные акты приняты, но правительство их не выполняет. Вот скажите, как это понимать? Какое правовое сознание у министров, у депутатов, которые себе поднимают при этом зарплату? Тем не менее, да. Это, я говорю, так делают мелкие люди, но большие люди так не делают. Либо если ты не идеалист, если ты не хочешь служить народу, в прямом смысле, не надо идти в политику, надо заниматься бизнесом, скажем, если у тебя своя рубашка ближе. Не надо туда идти. Но у нас что-то наоборот. Ну, я студентам говорю, что у нас в Саймане представители народа, а представители предпринимателей. И я, к сожалению, с каждым днем убеждаюсь, что это на самом деле так. Даже несмотря на то, что нынешний Сейм-13 достаточно обновился? Да, достаточно обновился. Но представители, большинство, конечно, я не говорю о всех, но большинство, конечно, остались не как... То есть парламент не ходит для того, чтобы служить народу, а служить своему карману. Очень жаль. Ну, а было ли такое, хотя бы какой-то пример политика, который действительно, вот вы бы могли привести, который служил народу, а не своему карману? Я не могу назвать таких. Ни одного? Вы действительно считаете? Даже ни одного. Знаете, когда они говорят, мне что-то скучно становится. Они, во-первых, говорят очень некомпетентно, они употребляют вот такие скользящие термины, они сами даже не понимают. Вот сегодня говорил Динтерс, Динтерс... Кто именно? Национальное объединение? Да, да, да. Райвис Динтерс. Да. Вот он говорит, что такие термины, что народ не понимает. Ну, как же будет? Ну, почему так? Почему так? Спрашивается. Кому он служит? Кому? Посмотрите, какой конкурс на депутатов, да? Десять на одного места. Но не даром такой конкурс. Скажите, пожалуйста, вот если возвращаться, может быть, к Латвии, да, 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 к Латвии, вот почему, как сделать так, я так понимаю, что там будут звучать ответы на этот вопрос, чтобы действительно экономика Латвии поднялась, чтобы мы, чтобы каждый житель жил в благосостоянии, чтобы этот уровень неравенства как-то внутри страны самой поднимался. У нас было много различных национальных экономических идей, мы хотели стать и мостом между Западом и Востоком, мы хотели стать и транзитным логистическим центром, мы хотели стать и привлекательным финансовым центром, но все это как-то не получалось, да. Какой у нас выход? Нам нужна новая экономическая идея, либо она у нас уже есть, потому что, к сожалению, от таких ресурсов, как нефть, газ, мы независимы, что мы можем предложить рынку? С чем выйти? Это очень сложный вопрос, что мы можем предложить. Если смотреть сверху, то есть на земной шар, конечно, мы увидим Латвию, которая находится на границе очень большой, довольно таки перспективной страной, то есть Россия с одной стороны и Евросоюзом с другой стороны. У нас есть это абсолютная конкурентоспособность, преимущество, абсолютное. Географическое, да? Это, конечно, географическое относится к абсолютным. Но мы очень плохо ее используем. То есть у нас нет целеустремленной экономической политики. Ну, например, вот посмотрите, сколько депутатов вспомнили, когда были выборы, вспомнили этот НАП, называемый национальный план экономического развития, так будет по-русски. Виннеп, да, будет что-то подобное этого. В программах ничего не написано. Президент вступил в Дорнос, он даже не упоминал, что есть такой план, что нам надо следовать их. То есть делали план, поставили на полку. Потом пойдет время, и как будет, то есть как нам покажутся, так и мы будем действовать. Так нельзя страну развивать, надо как-то за что-то взяться и до конца довести. это довести до конца эту нитку, тянуть, несмотря на разные сложности. Они всегда будут, всегда будет причина, почему не давать педагогам зарплату. Ведь это будущее нашей страны. Мы очень говорим о проблемах изглитые образования. Но основа этих проблем субъект, который работает, это главное лицо. Второе главное лицо это учащийся, второе главное лицо это учитель. Почему? У нас эта свобода в школах идет впереди правовому сознанию учащихся. Поэтому конфликты. А конфликты очень вредно влияют на учебный процесс. Это один пример, который нам надо учитывать, чтобы эту страну развивать более истремленно. Надо договориться, что мы будем делать так, так и делать планы на 5, 7, 10 лет в период, чтобы по основным показателям. То есть социальные вопросы, которые наверху стоят, конечно, образование и здравоохранение, и экономические. Или экономические и правовые. Хотя главная деменция в стране это социальная человек, а не экономика. Как мы очень многое думаем. Главное экономика, а человек потом. нет, ибо человек создает страну, а не экономика. Очень важный вопрос. Будет ли кризис в 2020 году? Потому что одна из тем вообще формы, я читаю, финансовая поддержка предприятиям со стороны правительства для преодоления кризиса 2020. То есть вроде он еще не начался, но уже на форуме говорят о свершившемся факте. Ну это извините глупо со стороны политиков говорить, что будет кризис в 2020 году. Почему? Потому что экономической теории есть даже такой термин толпы без парадокс. Как это будет? Парадокс накопления? Нет. Сбережения. 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 То есть вот если мы скажем, что в 2022 году будет кризис, то народ будет готовиться к этому кризису. И хоть не будет готовиться, как вы думаете. Копить деньги, откладывать. Не будет покупать. А если не будет покупать, не будет производить. Если не будет производить... То есть мы сами инициируем это? Да, от привода... Освобождены сотрудники, допустим. да, и кризис наступит. Это глупо. Извините, это глупо. Если это какие-то признаки, хотя я... Конечно, приближается спад темпы развития. Но то, что он будет негативным, я бы не сказал. Нет таких признаков, что будет такой кризис. и поэтому надо сосредоточиться, чтобы ну верст преодолеть вот те целые причины, которые могут нас привести к этому кризису. Но говорить открыто, ну это глупо. Извините, но это глупо. Это поучному и по политике в стране глупо. Так говорить. Я другого слова извините, не могу сказать насчет этого. А по поводу системы, налоговой системы, которая была разработана и принята предыдущим правительством данной резницы Озова и сейчас, премьер-министр Корридж говорит о том, что в будущем году мы должны какие-то привести изменения в новые, вернее, в уже имеющиеся налоговые системы. Вот в связи с этим, какие ваши прогнозы, какой она должна быть? Это новая реформа, если она все же состоится в будущем году или через два года, как планируется? Очень важный вопрос, очень важный вопрос, ибо другого источника для поддержки предпринимателей у нас нет, как налоги. И одна у нас есть интересная тенденция, в САИМ будут избраны те субъекты, которые будут обещать, что не будет налогового повышения. Это глупо. Тоже это глупо. У нас есть почти самый низкий уровень налогового это нас бремени. Обложение, налогообложение. Самое низкое Евросоюзе. У нас обязательно будут повышаться налоги, обязательно. Но правительство должно сказать, как, какие налоги и какой срок, и какой скорости, в каком объеме они будут повышаться. Это один из самых главных стратегических вопросов развития страны. Чтобы люди знали, что предприниматели знали, чтобы нодорбинаты знали, чтобы знали пенсионеры и учителя и врачи знали. Что их ждет через 5 лет. Вот, в связи с этим к вопросу о прогнозируемости. Это и поднимает инвестиционный климат в стране. У нас, грубо говоря, с приходом каждого нового сейма депутатов либо правительства приходит новый начальник и говорит так, все будет по-другому, прошлое забываем. Приходит новый начальник и говорит так, мы по-другому переигрываем теперь все. Как с этим быть? Действительно, можно ли заморозить эту систему и вести повышение налогов на 10 лет или это невозможно? Почему у нас нет этой прогнозируемости? Почему никто не знает, что будет после каждых выборов? Вот, это одна из слабых сторон демократии. Я не знаю, как вы, но я нигде даже в научных средах не читал, не слышал об слабых сторонах демократии. это очень дорогая, очень эффективная система управления государством. Но мы можем повысить эффективность развития, то есть повысить эффективность этой системы. Это не значит, что надо так сказать ну делать мы должны я не знаю, может быть это уже юридический вопрос, но я предлагаю сделать такие законы, которые не может следующий сам, так сказать, разрушить эту систему. каким образом? Замораживание какое-то? Вот именно надо делать особенные законы, то есть законы, которые которые то есть на уровне уже с Конституционного суда, да? Да. Или Конституционному суду дать вот эти права как в других странах, то есть есть уже выходы, но мы закрываем глаза, мы даем абсолютную свободу следующую самому делать по-своему. И самое главное это безответственность. безответственность политиков. Извините, если вы совершите ошибку на предпринимателей делаете на 10 тысяч или 100 тысяч вы, так сказать, пойдете банкротом. А если страна неправильно использует свои средства, никакой ответственности нет. Президенты, депутаты и министры повышают себе зарплату в условиях, когда без липс Нозер такое положение. Ну извините, ну как это понимать? Ну как это понимать? Разве эти люди представляют народ? Они представляют сами себя. Но надо сказать это, надо смотреть правду в глаза. Ну господин Ванокс, вот вы общались наверняка с политиками, с министрами, допустим, с текущими, да? Вы говорили им это, то же самое? Нет, я не встречаюсь с политиками. Допустим, на различных конференциях, круглых столах. Да, да, я всегда это говорю. Но прямо я, то есть они что-то отвечают на это? Ну вот вам не стыдно понимать зарплату, когда вы видите Они не интересуются. Конечно, я это скажу. На этом форуме, да? Да, хотя у меня это в прямом смысле не относится, но тем не менее деньги деньги одни тоже, которые идут повышению зарплаты учителям, врачам и деньги, которые идут для поддержки предпринимателей. Они из одного кармана, из того кармана деньги берет депутат для повышения и президент для повышения себя зарплаты и своему окружающим, так сказать, людям. То есть я понимаю чисто субъективно, если президент так делает, он делает очень лояльным свою команду. Они будут стоять и будут покрывать всякие, так сказать, вопросы, те, которые, может быть, и нельзя было это делать. Это покупать. Это низко выглядит все-таки. Это не аристократично. Это пледы, и так дело. Это не аристократы. И потом, это моральный действительно вопрос, потому что мне казалось, если бы не поднималась зарплата, было бы хотя бы моральное право попросить подождать с повышением зарплат у Сейма, например, к медикам обращаясь. Да. Что нам делать в связи с тем нашей экономической идеей, какой должна быть реформа будущая налоговая, как спасти предпринимателя, потому что мы постоянно читаем отчеты о том, что у нас в стране ликвидируется с каждым годом больше предприятий, чем регистрируется. предпринимательский интерес не повышается с развитием экономики, а наоборот он падает. Он падает, это временная мера, это очень связано с теми мерами, которые принимаются по оздоровлению финансовой системы. то есть очень многие, они это не признают, но очень многие предприниматели были связаны с такими финансовыми сделками, которые не соответствуют соответствующим нормативным актам. Что вы имеете в виду, может быть, конкретно? Серая экономика. Это наудасат мозгашина. От мая денег. Да. Ну и тому приближённый, я так скажу, да? Может быть, даже предприниматель не понимает, что он нарушает закон, либо он не так образован, вот это тоже вопрос правового сознания. Надо быть, если ты хочешь плавать в одной реке, тогда дознать эту воду. Если ты воду не знаешь, тогда ты можешь напасть на камни. Вот у нас предприниматель и так случилось. То эти сокращения это пройдёт и опять будет создаваться новые, и это опередит темп, которые будут закрываться. Но предпринимательство, как само по себе, конечно, это очень важный участок развития нашей страны, очень важный. И страна должна помогать предпринимателям. и я думаю, что недостаточно внимания уделяем образованию предпринимателей. У них не хватает знаний, понимания, особенно вопросов, которые относятся к внешней среде. А внешней среде находится покупатель и продавец средств производства. и все события, которые происходят в внешней среде, они меняют этот парадумс. Долги? Нет. Парадумс. Это будет гауме. Это как по-русски будет. будет то есть человек один день покупает одно, другой день покупает. Не покупает уже этот товар, а покупает уже другой. спрос, я понимаю, спрос. Ну меняется спрос, да, меняется спрос. И вот как следить с этим вопросом, как это прогнозировать, вот эти предприниматели. А вот где учить можно этих предпринимателей? Потому что вы говорили о том, что очень разный уровень вообще сознают. То есть если они учатся, предположим, за рубежом и получают Англии, применимы ли эти знания вот в наших других условиях? Здесь вопрос состоит из того, насколько высшее образование насыщено практическими знаниями и теоретическими знаниями. Вот я всегда студентам об этом говорю, кто вам надо больше, практических или теоретических? И что говорят студенты? А студенты говорят практические, к сожалению. Но в последние годы они уже нулятся на сторону теоретических знаний. Почему? В чем причина образования из-за рубежа? Теоретические знания они очень быстро устареют. А теоретические дают возможность нам найти решение быстро меняющейся среде. Вот это главная преимущество теоретических знаний. Но какие вопросы? Какие предметы мы пробуем? Какие предметы нужны для каждой страны? Это не одно и то же. Не одно и то же. То есть есть разница, конечно. Но самое главное знать вот эту среду. Знать и чувствовать, понимать, как она будет меняться. Не то, что сегодня есть, а что будет завтра. Ибо я все товары производенные буду продавать завтра, не сегодня. Вот это предприниматель думает, что сегодня он будет продавать. Нет, он будет продавать завтра, а завтра покупатель уже будет другим. Вот это самое слабое место для многих предпринимателей. о вкусах вы говорили, вспомнила я. Да, Да, точно. Меняется вкус. И даже вот это очень сложно прогнозировать. Да, господин Ванокс вам задают вопрос у нас в WhatsApp. Согласны ли вы, что чем выше будет зарплата у медработников, тем дороже нам будут стоить их услуги? В принципе, ли это соблюдается вот эта прямая пропорция? мидзи. Это вопрос, вопрос, как будет развиваться страна в целом. Но ни в одной стране нет, так что то есть стране, которая считается развитой страны. Есть так, что медицинские услуги, цена медицинских услуг опережает темп повышения благосостояния народа. Это вопрос лица рода, равновешенной развитии страны. Это не должно так быть. Это не должно так быть. Либо мы очень хорошо знаем, что врачи, я не говорю о всех, конечно, но есть врачи, которые получают зарплату другим способом. И если государство будет повышать зарплату, тогда не будет необходимости этим другим источникам зарплаты. и не будет необходимости вот этим слымникам людям платить больше. У них должно быть достаточно зарплаты, чтобы заплатить и будущее медицинское обслуживание здравоохранения. у нас бесплатное. Вот политики должны сказать, в каком году мы придем к этому, в каком году мы придем к образованию, когда не будет платить за высшее образование. Это будущее нашей страны. Это очень важные вопросы. Да, эти вопросы мы обязательно зададим политикам, которые, надеюсь, придут и приходят в эту студию. Нам на этом пора заканчивать. Спасибо вам большое, что пришли. У нас сегодня в гостях был доктор экономики, профессор Рижского технического университета. Янис вам. Спасибо за приятную беседу.